Хватит, не будь это, короче, сразу скажу, видишь, какой маргинал токсичный, агрессивный и так далее. Не в том плане, что ой, токсичный, я этого, ну, короче, дело в том, что аудитория у него примерно такая же. И я раньше был его хайлайтером, вот, а после СВО как-то разошлись пути по нескольким причинам. Вот поэтому, но часть аудитории моя, это та же аудитория, что и раньше, либо продолжает смотреть маргиналы. Так что, вот, погоди, wait a minute, так, а вот почему мне ютуб выдал твой канал, я на него компромат ищу теперь. На маргиналы компромат? Ну, тогда тебе на канал аудио рв, сразу говорю, самого аудио рв допрашивать нет смысла, нихуя не знает, но часть, лучше смотри, короче, ты можешь, если у тебя есть деньги и тебе их не жалко, ты хочешь, как бы, получить какую-то экспертную оценку, я не буду выдавать никакие инсайды, сразу говорю, вот, надо почесать нос, еще в этот момент. Тоже проведу экспертную оценку, я скажу, что правда, что неправда, чтобы ты понимал. Ну, какой компромат можно, маргинал довольно, относительно открытый человек и все говно у него наружу. Но инсайдов, инсайдов, да ты и хуй где найдешь, наверное, 2 чена доискать, но я не уверен, что треды про маргинал, они до сих пор живы. Возможно живы, возможно нет. Ох, так ты за меня, крутяк. Так я не то, чтобы за тебя, а, смотри, я не то, чтобы за тебя мне насрать, но услуги могу предложить. Лишь бы ты просто, как бы, смотри, если ты просто сам посмотришь эти все видосы, там часть из этих, из этой информации, это пиздеж. Поэтому, просто будешь выглядеть кринжово, если будешь маргинал что-то предъявлять. Или, какая у тебя вообще цель, вот этого компромата, зачем он тебе нужен, ты ему хочешь какой-то ролик про него сделать, или, или что? Если ты в реале хочешь ему подсолить, тогда не надо, он живет в Америке, это, блять, плохо обернется для тебя. Надо иметь в виду, что он хочет по тейкам разъебать его, не? А, не знаю, не, в реале, бля, в реале забей, забей, не, тогда забей, чел, не на, он в Америке живет, какой тебе прок от этого. Я уже давно откинул, но мы посмотрим, раз кинул, значит посмотрим. Вот, а то, что переехал в Калифорнию, это не факт, не факт, потому что нам скидывали на прошлом стриме, скажем так, фотографии, не на прошлом, на хрен, пойми каком, я уже не помню стриме, скидывали фотографии, какой-то видос был записан. Ну, короче говоря, то, что он у родителей, далеко не факт. Почему AR-15 есть, сомневаюсь. AR-15, ну, на полавтоматика может быть, конечно, но, сомневаюсь, я не уверен, что у него даже ГЛОК есть. Но потом, в Японии и России... Нож есть, нож, да, ножи он свои на камеру показывал, было дело. ...ли доказать друг другу, кто в этом регионе батя. И вот, в 1904 году... Эй, ворак, иди сюда, сейчас посикаю тебя своей катаной. А в общем, немножко повоевали. И в 1905 году Японии по мирному договору отошла южная часть Сахалина, которую они назвали префектурой Парахут. Хочу, острова, острова, хочу отношения... Как ты заебал, блядь, этот персонаж, китаец в Южном парке, он китаец. Сколько можно? Нет, Советским Союзом у Японии были ужасными. Японцы точно не понимали, почему... Короче, фигуним маргиналы. Уф, осуждаю, не смогу в Америку приехать. Ну, проблема даже не в том, что ты не сможешь в Америку приехать. Проблема в том, что Америка это довольно жесткое правовое государство, где тебя, если что, ну, как бы выебуют в жопу за какие-то такие вещи. Ну, если ты, как бы, собираешься в какой-то момент жить в Америке, либо если ты хочешь лично приехать в Америку, то есть, как бы, это вообще не стоит. Если маргинал до сих пор в Орегоне, то в Америке, в Орегоне, в частности, Шелыш Юстейт это, поэтому, если что, если ты зайдешь на его проперти, он тебя может, нахуй, убить. Если ты, там, будешь рыскать у него под окном. Ночь. Он может тебя застрелить. Кстати, не уверен, если ты под окном, но если зайдешь в дом, то, пиздать. Так что такое. Осторожней. Может, давай на него полицию вызовем? Бля, чел, не, я такой, не, смотри, смотри. Разборки в интернете, которые в рамках интернета, это смешно, это забавно, это прикольно. Разборки в реале, из интернет-разбора, которые приходят в реал, это плохо. Особенно, блядь, с полицией. Особенно в Америке, ты что, ебанулся? Не, свотинка я осуждаю. И тебе не делай этого. Блядь, за видос ты собираешься сватать чувака за видос? Ты что, успокойся. Посмейся, не знаю, как бы, встречный видос запиши, как с каким-то критикой, или что-нибудь такое сделай, да и все. С этого конфликта, хайп поимей, да и все. Какой смысл? Не, в реал, зачем переводить? Тем более за это, за просто какую-то токсичную реакцию. Ему деньги заплатили. Ему на самом деле похуй на твой видос, откройте секрет. Ему платят деньги, он за эти деньги видео комментирует. Чем ярче и эмоциональнее он прокомментирует, либо там, чем эффективнее он с позиции там, не философская, короче, если он аргументированно сможет разъебать твою позицию и так далее, тогда тоже это вызовет у людей бурную положительную реакцию, и они будут дальше и дальше донатить. В этом и смысл этих всех стримов с донатами. В моих том, в том числе. Вот. Мне впадлу видос сделать. Ну, а связываться с такими вещами не впадлу? За что? Так все же не вызывать? Нет. У меня есть друг, который английский хорошо знает, и сможем через скайп позвонить. Ну, во-первых, я думаю, это они выкупят, а во-вторых, маргинал еще когда переехал на новую квартиру, он сообщил в полицейский департамент свой местный о том, что он стример, и его могут пытаться сватать. Вот и все. Ковер. Так что... Почему ковер? Не надо? Какой ковер? Окей, если меня троллят, окей, я не против вестись на троллинг, но я лучше на всякий случай перестрахуюсь и отговорю от таких действий человек. Для меня это слишком... Локи, один доллар. Забей. Этим R-слову пофиг, кто китайец, кто японец, кто кореец. Русские до сих пор считают татар. Да, хорошо, что украинцы пиздец отличаются от русских в этом плане. Они что, пиздец политкорректные, да? Совершенно другие у них оскорбления, да? На расовой почве ни одного нет. Верим. Я сначала думал подкупить какого-то человека, найти во Фримонте и за крипту попросить подкинуть ему под дверь мертвую крысу. Это, это, это еще... Ну, чувак, это еще... Эта идея, насколько она безумно не была, она все-таки более адекватная, чем идея со сватинком. С водинком, сватинком. Но не знаю, где он живет. Так это слито давно уже, как бы. Смотри, пишешь просто эту новую вкладку. Где... Как интересно узнать, где живет Uber Marginal? Ага. Блядь, эти... Господи, какие, говорите, на 2Ч, что ли? Люди не умеют теги проставлять. Блядь. Не знаю, если Диану вам напишу. Во! Нет? И мы переходим к... Маргинал смотрит Дианон на себя. Как найти дом Маргинала? И он тут буквально рассказывает, где его дом. То есть, ты даже не искал. Чел, если у тебя такие мысли... Ну, короче, просто забей. Забудешь ты про Маргинал через неделю другую. Забей. Так это Орегон, блядь. Так он не факт, что переехал. Вы че? Ладно. Я и просто не хочу никакие данные сливать. Вроде эту хренью в открытом доступе. Мне закинули видос с этой хренью. Не знаю. У меня сам этот видос уже потерялся в списке просмотренных. Поэтому, да. Я уже месяц думаю, как его достать. Блядь, нихуя себе, чувак. У тебя фикс какой жесткий. Чел, забудь. Видос запиши. Потрать всю эту... Весь этот гнев на... На видос забей. В реале разбираться это кринж. Как бы ничего не будет. Просто по улице. Ты наоборот только хайп Маргинал наведешь. И ему будет от этого лучше. А это, наверное, не в твоих планах. Во многом так и есть, да. Такой видос я не буду его рекламировать. Я хочу его напугать. Не напугаешь. Ну, не напугаешь. Ну, типа, навряд ли напугаешь. Маргинал пугается, как бы... Судя по всему, он пугается от того, что... Ему кажется, что рядом пробежала крыса у него в доме. Вот так он пугается. Маргинал пугается, когда у него в сортире оказывается паук-бомж. Буквально. Паук-бомж забрался к нему в туалет. Вот тогда он пугается, вызывая дизинсектор. Зовите, показалось. Что показалось? Обе стороны. Но после поддавления в Соединенных Штатов, Япония фактически саботировала соглашение. Пугается, когда у него в пицце. Закажи ему пиццу с оливками. Вот это, блядь, пиздец, нахуи. Не, конечно. Мы не афганец. Маргинал наполовину узбек, наверное. Или татарин, что-то такое. Ну, короче, тюрк по поводу признания непризнания чужого гражданства. Гражданство другой страны. Но так или иначе, никто его не выдаст России. Ни по какой статье про русофобию и так далее. Бред. В Америке можно нарушать законы России? Да, конечно. То есть, как бы, если этих законов нету в американском уголовном кодексе, условно, не знаю, как их называется. То да, конечно, может. То есть, да. То есть, вот эти законы новописные о дискредитации армии, как гражданин Америки, живя в Америке, конечно, наверное. Ну, кто ему что предъявит? Надо, блядь, и дальше. И дальше. До московского княжества. Да, да. Чтобы было свободно Татарстан, свободно Башкирия. Охуенно. Заживу, блядь. Ну, как свободно Ячкерия. Питерс жила долго, счастливо, охуенно там людям было жить, а? Ячкерия. Просто рай земной. Свободная Якутия, свободная Гурятия. Да, охуенно, блядь, чел. Они же сдохнут. Без сообщения. А если... Ладно, не будем продолжать эту тему. А то слишком долго. Ну, как бы... В очередь, наверное, на маргинал уже много заявлений написать. Ну, как бы... Максимум, наверное, что может быть это с Twitch-ом связано, и бан на территории России. Потому что Twitch вроде как сотрудничает с какими-то всякими российскими органами на эту тему. То есть каких-то стримеров, которые казино рекламируют, их же вроде забанили в России, на территории России или нет. Я, я не в круче, я не сижу за этим всем. Вот. Но, как бы, по сути, ты маргинал ничего не сделаешь. Я говорю, выпиздывать отовсюду. Хуисос. Полный. За-е-ба-ло. Не-ма-ес-э-ча, как говорится. Живем, когда маргиналы выпиздят отовсюду. Он же все-таки в России родился, заебал хуй он. Пиздит тут. Никто не будет спрашивать про его политическое воззрение, точку, этот, оппозицию по СВО, все такое. Все просто выпиздывать его нахуй. Да, я просто, когда видос сделал, я по коммунизму угорал. И сейчас я уже понял, что его не построить. А что такое немая сечь? Ну, это что-то на украинском, без понятия. Человек, не канал, он, походу, не за-зад. Мне похуй. Видите, маргинал похуй, он обиделся. Про и пизды будут получать? Маргинал обиделся на всех россиян, он слэш русских. Не знаю, как он их сейчас делит. Делят ли? Без-за действий. Отдельно. Хромакей поставил? Нет, это видос старый. 20 июня, ну это же как бы, наверное, стрим старый. Сейчас тут можно разглядеть. 07, ебать, нихуя себе. 07, 05, 2023 года. Вот какого числа этот видос. Ебать. Ну, не видос, а реакт. Особо одаренных хуесосов. Тоже не все будут за-зад. Уже поздно. Не, про это они имели про маргинал, что хромакей, типа локация старая. На заднем плане. Вот этот вот рубеж, когда имело смысл сидеть и разбираться, кто за за, кто не за за, он пройдет. Я могу себе позволить сидеть и классифицировать. Этот, 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 не все так однозначник. Этот белый-синебелый. Этого наебала ФБК. Этого, блядь, наебал Дашергей Русич. Этого наебал Вагнер. Этого наебал Вагнер. Этого еще что-то. Ой. Я могу сидеть, как бы, и, блядь, разбираться. У всех русскоязычных, которые не являются этническими, либо политическими, либо гражданскими украинцами, то, ну, в их стране не ухо не останется. У них и так огромный поток беженцев, которые не факт, что вернутся после войны. Так что, эээ, ну, конечно, маргинал, короче, за решу уже за украинское правительство, чё, как им надо действовать, да? Ну, сейчас маргинал разрулит, короче. Маргинал решала, да? Зеленский звонит маргиналу по скайпу, но это как у Хованского было. Вот и сейчас маргинал разрулит. Но у меня уникальная позиция. У меня уникальная, по-особому удобная позиция, чтобы вот этой хуйней заниматься. Я, блядь, ни на секунду не буду оживаться. Да нет, не уникальный, это называется диванинные войска, как бы находишься вдалеке от реального фронта и начинаешь тут чё-то решать, чё-то за кого говорить. Ну, такое. Ещё и такие вещи людоедские. Произносить вслух. Но это некрасиво, на мой взгляд. Тебя ж это никак не коснулось, знаешь. Ну, то есть друзья, наверное, какие-то знакомые, зрители. Да, вот от человека, который находится не в моей позиции, что он будет сидеть, блядь, и классифицировать. Кто там же это? Да, писали, что UberMeginall нашёл меня и сказали, чтоб я ушёл с Ютуба. Не-не, чувак, чувак. Рэй, я тебе сразу отвечу. Маргинал из своей комнаты нахуй не выйдет. Из своего дома он просто не выйдет. Он очень, очень крайне ленивый человек. Он из своей квартиры выходит только... Ну, часто выходит только в одном случае, когда ему нужно пойти на тренировку в качалку. Вот. И всё. Заказывает еду он с доставкой. Гулять он не гуляет. Газон не стрижёт. Участок не убирает. Мусор выносит только раз в неделю, да и всё. Вот. Так что, так он качается. Но поддерживает, как он говорит, физическую свою форму. То есть, в принципе, он не качок. Он... У него мамончик есть. Он много кушает. Много калорийной пищи. Мало двигается. Вот. Короче говоря, Маргинал ничего не сделает. То есть, он физически делать ничего не будет. Забей. Он тебя... Ему... Ему на тебя... Открою тебе секрет. Ему на тебя просто насрать. Ему заказали видос. Ему нужно этот видос как-то откомментировать. Как-то... Ярко откомментировать, чтобы привлечь внимание зрителей. Ну, и так далее. Я это делаю то же самое. Мне не то, что наплевать, но как бы... Комментирую я... Да. Именно поэтому. Зедовец, кто полус-зедовец? Кто, блядь, полус-ухуетесь, ертный, блядь, зедовец? Кто еще какая-то хуйня, блядь? Не-не. Тебя просто... Его аудитория... По всей видимости, его аудитория тебя наебывает. Поэтому забей. Забей хуй на них. Даже войны, когда никакой не было, все равно умешали. Ну, умешали, как бы деньги плати, нахуй. В смысле, мешали. Деньги, нахуй, плати. Соберись, блядь.